Итак, 12 августа пройдут выборы 17 депутатов Сената. У нас 15 сенаторов назначаются президентом. По два сенатора это 34 человека от каждой области. Как видим, граждане страны никак не участвуют в выборе сенаторов. В областях и городах за них решают депутаты маслехатов. В маслехаты же гражданам тоже не попасть. Следует напомнить, что у нас выборы депутатов маслехата происходят по партийным спискам. Чтобы какому-то гражданину попасть в маслехат, нужно обязательно состоять в какой-либо партии. Этих партий у нас всего шесть. Своей кандидатуры выдвинули 4 действующих сенатора. Среди кандидатов в сенаторы имеются журналисты, врачи и безработные. Среди выдвинутых кандидатов 38 работников коммерческих структур, 23 работника государственных организаций, предприятий и учреждений, 18 государственных служащих, 9 представителей общественных организаций, 2 неработающих. Также своей кандидатурой выдвинули 4 действующих сенатора. При выборах в Сенат ряд избирательных мероприятий не носят большого публичного характера, и там достаточно соблюдать масочный режим, использовать санитайзеры и соблюдать дистанцию. Депутатом Сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, постоянное проживание на территории страны не менее 3 лет. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными. На данный момент выдвинулось всего 94 человека. В среднем на одно депутатское место претендует пока 5 человек. Самому молодому кандидату 30. Средний возраст кандидатов составляет 51. Самому молодому кандидату 30 лет. Наибольший возраст среди претендентов 69 лет. В этом году наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Алматинской области. 9 человек. Среди выдвинутых кандидатов 19 женщин. Эксперты считают, что в законодательной сфере Сенат посудит дублирует деятельность мажориса, просматривая утвержденные нижние палаты законопроекты. На выборы депутатов Сената парламента в этом году из республиканского бюджета выделено 254 миллиона тенге. Бауржин Шейхмед Ахмедер Ильясов. Столичное бюро ТДК-42.